Скажем, слава нашему Господу. Когда мы, наверное, появились на этой земле, мы даже не планировали, что здесь так все мудро устроено нашим Господом. И атмосфера для нас, и питание, и отдых, и родители, и потом дети, и внуки. И мы пришли в этот мир, даже не понимая его устройства и значения. И мы пришли для того, чтобы нам познать премудрость Божию, в том числе и в семейных отношениях. Слава нашему Господу. И, знаете, в служении при храме раньше была очередь каждого, да? И вот мы тоже с братьями разбились по очереди. В среду был брат Роман, в пятницу брат Петр. Сегодня моя очередь. Вот моя очередь. И я сразу обозначу тему, какая мне досталась. Наши дети. Какой мы хотим видеть церковь завтра? Какие ценности и как заложить детей, чтобы они были способны сохранить истину? Вы знаете, ну, текст примерно как у апостола Павла. Такое сложно сочиненное предложение. И если я вас спроси сейчас кого-нибудь, да, повторить, ну, мало кто повторит. Но потихонечку мы все-таки должны понять, понять эту тему. Начнем с того, что это наши дети, да? Вот они, дети. Мы собрались на этом месте. И такой вопрос. Какими мы, то есть, смотрим на детей и думаем, да, что какими или какой мы желаем видеть церковь завтра? Потому что церковь сегодня, мы ее видим, да? Церковь, которая была вчера, но нам тоже известно. Но нам неизвестно, что будет завтра. И вот они сидят дети, и мы понимаем, что церковь завтра, это они сегодня, да? Придет завтра, они будут церковью завтра. А пока, значит, церковь или ответственность за состояние церкви возложена на взрослых. Возложена, ну, так будем уже говорить, на родителей. И если задать вопрос, ну, вот, уважаемые родители, какой вы хотите видеть церковь завтра? Конечно, будет лес рук. Каждый будет выражать свое мнение. Я бы хотел видеть нашу церковь вот такой, а я бы вот такой, а я бы вот такой, да? Ну, в принципе, это нормально, это правильно, мы все разные. У каждого есть свое восприятие, образ мышления какой-то. Но, знаете, с одной стороны, какой бы мы ее не хотели видеть завтра, она все равно должна соответствовать той церкви, какую ее хочет видеть Господь, да? Какую ее хочет видеть Господь. И если мы откроем Священное Писание, конечно, я все качества перечислять не буду, я возьму только некоторые. Я возьму только некоторые. Значит, первое качество – это праведность, ну, или святость, праведность. И мы откроем послание апостола Павла к народу Божьему в Эфес. Это пятая глава, двадцать седьмой стих. Говорится о Христе. Я немножко выше зачитаю. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Это и есть воля Божия. И мы видим, что Христос именно для этой цели и пострадал, чтобы обеспечить нам святость и непорочность. И если мы еще откроем Откровение, книга Откровения, девятнадцатая глава, восьмой стих. Знаете, мест будет многовато, но это очень важно, потому что это и есть Слово Божие. Девятнадцатая глава, восьмой стих. Говорится о видении, которое было Иоанну на небе. С седьмого прочитаю. «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, то есть Иисуса Христа, и жена Его, Церковь, приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Я думаю, достаточно два текста, чтобы понимать, что Бог желает видеть нас святыми и праведными. Я думаю, и мы тоже желаем, чтобы Церковь не только сегодня, но и завтра, она сохранила это качество, потому что именно за такой Церковью придет Господь. Следующее качество. Благовествующая Церковь. Я думаю, Бог желает видеть Церковь благовествующую? Желает. Конечно же, желает. И об этом говорит также Слово Божие, Евангелие от Матфея, 28 глава. Хорошо известный текст, который называют «Великое поручение», которое дал Иисус своей Церкови. С 19 по 20 стих. 28 Матфея, с 19 по 20. «Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все то, что я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Итак, Бог желает видеть Церковь благовествующую? Желает. Мы желаем видеть их благовествующими? Конечно же, мы тоже желаем. Потому что это действительно, это по воле Божией, это угодно Господу. Еще одно качество, на которое я хотел бы обратить внимание, какой же и Господь, и я думаю, и мы согласны с Господом, желаем видеть Церковь в завтра. Это книга Откровений. Опять мы в книге Откровений. Вторая глава, 10 стих. Это пишется о Смирнской церкви. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». И мы видим, что Слово Божие говорит нам о том, что Бог желает видеть свою церковь верной. Верной в любых испытаниях, чтобы она оказала ему верность. И последнее качество, на которое я хотел бы обратить внимание. То есть святость, благовестие, верность в испытаниях. И еще одно качество – это добродетель и милосердие. Добродетель и милосердие. И мы откроем послание апостола Якова, вторая глава, с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела». Что пользы, да? То есть Бог не желает видеть нас без плодов, другими словами, чтобы без добродетеля. Мы должны нести добро. И в другом месте написано, что будем делать добро всем. Это качество церкви – делать добрые дела. И однажды, когда веровал апостол Павел, и он согласовал свое Евангелие, пришел в Иерусалим для общения с Иоанном, с Петром. И они послушали изложение его учения, потому что он не ходил с Иисусом Христом. Он с Богом встретился уже после его воскресения со Христом, имел эту встречу. И он предложил это Евангелие, которое Христос ему воскреший вложил в его сердце, которое он принял от него. И вот он пришел в Иерусалим для того, чтобы сопоставить, сравнить проповедь Евангелия учеников Иисуса Христа апостолов и его, лично встретившись с ним на пути в Дамаск. И вот смотрите, какой совет дали ему апостолы. Девятый стих, послание Галатам, вторая глава, девятый стих. «И узнав о благодати, данной мне Иаков, Икиф и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Друзья, мы видим, да, что церковь, она добродетельная, у нее есть дела милосердия. И вот эти четыре качества, которые мы видим, их, конечно, гораздо больше. Ну вот я выбрал такие качества, это немногие только, которые описаны в Библии, есть много и других. Я бы хотел предложить вашему вниманию вот такую вот игрушку. Знаете, что это такое? Что это такое? Пирамидка, да? Все играли в пирамидку? Да. Да? Почему она не разваливается? Потому что она сложилась. По порядку? Да. А если не по порядку сложить, она будет падать? Нет. Почему? Ну давайте поменяем местами. Давайте. Давайте поменяем. О, палочка есть, да? Посмотрите, сложу даже не по порядку. Ну давайте вот маленькую сюда, вот эту побольше сюда. Вот, раз, все, тоже не падает, не рассыпается, да? Почему? Потому что палочка есть, да? Смотрите, вот как много качеств, которые должна иметь церковь. Они все, знаете, такие разноцветные, разные по размеру и по цвету, да? И много этих качеств. Но они все соединены чем? Ну кто-то говорит палочка, да? Кто более такой грамотный, стержень там, да? Вот. Кто-то чем-то соединены, да? Что-то их держит. Но мы это назовем чем? Что их держит? Правильно. Их держит вера. Вера это то, на что все эти качества, да? Нанизаны. Давайте правильно соберем уже. Вот она, пирамидка, да? То есть вера является стержнем, который держит все эти качества. То есть он соединяет эти качества. И мы знаем, что любовь это совокупность совершенства. Вот можно назвать, что вот это качество церкви, вот там это вера, а вот это любовь. То есть совокупность совершенств, то есть вера плюс качества, которые не распадаются никуда, это является что? Это любовь. Это то, что желает Бог видеть в нас. Все эти качества, которые, значит, имеют основание, это наша вера. Я бы хотел сегодня, конечно, поговорить о том, то есть к чему я это все говорю, что какой мы желаем видеть нашу церковь? Конечно же, такой, какой ее хочет видеть Господь. И для того, чтобы все эти качества проявились в церкви, самое необходимое, с чего начинать, не с добрых дел, не еще с чего-то там, необходимо начинать с веры. Вера – это начало взаимоотношений с Богом. И только через веру, друзья, все это будет созидаться, устрояться, эти все качества обязательно придут, если человек имеет веру в своем сердце. Так что же нам необходимо передать нашим детям? Веру. Слава Господу. Я думаю, все единодушны, единогласны в этом. Смотрите, для того, чтобы нас еще в этом утвердить немножко, я просто по этим же пунктам пробегусь. Святость, святость мы имеем через что? Не по делам, через веру. Филиппийцам 3.9. Апостол Павел пишет, «И найтись в нем, в Иисусе Христе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». От Бога по вере, да? Помните, жена, ей дано было облечься, да? Ей дано было. Ей даны были одежды, и она оделась, да? Невеста, что она делает? Она одевает белоснежные одежды. Ей даны. И она это одела, облеклась. То есть, через веру мы имеем праведность и святость пред Господом. Следующее, благовестие. Почему мы благовествуем? Знаете, есть причина, и даже есть причина, почему люди не благовествуют. И вот давайте мы обратим внимание, 2 Коринфянам 4 глава, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». И поэтому, почему человек не может говорить и свидетельствовать о Боге? «Проблема с верой». С верой проблема. Где-то потерял веру. Может, где-то в чем-то согрешил. Несвятая жизнь, она не дает дерзновения открывать уста и говорить о святости Бога. Да? Поэтому бывает, и наши уста закрываются, мы не можем. Почему? Мы где-то потеряли веру. И смотрите, еще, еще, римлянам, 10 глава, 17 стих, всем известный, да? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если человек услышал Слово Божие, оно его наполняет, он не может с ним не делиться. И это тоже вера. Смотрите, это качество, оно сопряжено с верой. Третье. Это твердость в испытаниях, да? Или верность в испытаниях, как мы говорили, это третье качество. Смотрите, 2 Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Ибо верою вы тверды. Верую тверды. И поэтому, если человек слабый в вере, может он устоять в испытаниях? Он не устоит в испытаниях. Ему нужна твердая вера. Если мы вспомним послание Иакова, да? И послание Петра, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать ему. Чем противостать? Твердую веру. И что он сделает? И убежит. То есть не надо никуда скрываться. Он убежит. Он убежит. Друзья, мы попадаем в какие-то обстоятельства трудные. И бывает, мы хотим укрыться от них. Никуда убегать не надо. Надо стоять в вере. Если наша вера действительно, она будет испытана, она будет твердая, то не мы убежим. Враг убегает. Слава Господу. Это тоже связано с верой. Твердость в испытаниях. И добродетель. Лесенка Петра, мы знаем. В вере вашей покажите добродетель. То есть в вере должна добродетель открыться. Не в моем понимании добрых дел. Что есть добро, что зло. Потому что понимание мое и Божие, они разные. Но в вере открывается добродетель. Источником моих добрых дел будет вера. Не мои мысли, а Слово Божие. Понимание Слова Божьего. Поэтому, друзья, как мы не хотели бы, так скажем, ну, или как бы мы не смотрели на будущее церкви, но основным качеством церкви является вера. И вот эту веру, друзья, мы должны с вами передать нашим детям. И не случайно во втором послании апостол Петр пишет в первой главе, первым стихом, принявшими, значит, свое послание адресует к народу Божьему, да, он говорит, принявшими с нами равно драгоценную веру. В чем ценность веры? Потому что через веру, другими словами, это доступ к благодати. И благодать через веру приходит в сердце человека и начинает его изменять, начинает его формировать. Это тоже, я говорю о том, что мы должны понимать, если мы передаем веру, будет все остальное. И вы знаете, иногда люди хотят привести своих неверующих родственников, или кто-то хочет сам прийти, да, говорит, я еще курю, или молится, чтобы он не пил, чтобы он не курил, чтобы он там не воровал, и еще что-то не делал, друзья, ну, не будет воровать, что-нибудь другое будет делать. Какая разница, за что идти в ад? Или за ростой, или за блуд, или еще за что-то? Какая разница? Есть разница в этом отношении? Абсолютно никакой. Друзья, но нужно, чтобы человек пришел к вере. И вот надо как-то эту веру ему передать, то есть, которую я сам принял от Бога, я теперь должен передать. И это я уже немножко отвлекся, да, то есть, ну, не только детям, но и взрослым можно передавать веру, да, свидетельствовать в этом мире. Но мы сегодня говорим о детях. То есть, ну, кто еще ближе, да, не надо никуда ходить, вот они рядом, дети, которых нам Бог дал, и Он желает, чтобы они тоже были в Царстве Божием. И, итак, смотрите, еще одна иллюстрация. Вы помните такого мужа Божьего Авраама, дети, помните? Чем он знаменит? Скажите мне. Друг Бога еще. Почему он другом стал? Поверил Богу, да? И вот смотрите, я вам хочу зачитать один отрывочек об Аврааме, что Бог говорит о нем, и что он ему обещает, да, обещание, обетование. И вот смотрите, это написано в Бытие 17 глава, Бытие 17 глава с 5 стиха. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя, вот смотрите, обетования начались, отцом множества народов, отец множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между... Там написано, нет? «Потомками твоими после тебя в роды их». То есть о потомстве говорится. «Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Смотрите, обетование Божие распространяется не только на Авраама, но и на потомков. Это что подразумевает? Что Авраам... Не Бог им будет опять веру давать, а Авраам должен передать веру, которую он получил от Бога. И поэтому родители ту веру, которую они получили от Бога, они должны передать своим детям. Конечно, Бог будет в этом содействовать, но ответственность за передачу лежит на родителях, на верующих, правильно, на взрослых. Хорошо, идем дальше. И смотрите, и рассматривая, если вот так вот взять в космическом масштабе, в большом таком, с чего началась передача веры? Семьи. Авраам должен передать был кому? Исааку. Исаак передал Иакову. А потом Моисей передал уже кому? Уже народу. Начинается с семьи, потом народ, а потом уже все народы. все народы. То есть, обетование, которое Бог дал, или та вера, которую принял Бог от Авраама, оно осуществляется через веру. Сначала в семье, потом это уже не семья, это уже народ, а потом уже это не народ, а народы. И вот Бог желает, чтобы мы с вами все были детьми Авраама по вере. Ну и теперь, теперь, друзья, давайте еще одну, я вам игрушечку покажу. Что это такое? Кто вчера получал такие? Копилочка, да? Вот теперь смотрите, да? Начнем мы теперь передавать детям. Вот это наши дети. Копилочка, да? Туда что складывают? Или пустые фантики от конфет? А фантики куда девают? Никому они, они, никто не копит, да? Фантики. Хорошо. То есть, смотрите, вот эта копилочка, она предназначена для чего-то очень ценного, да? И вот наши дети, это своего рода копилочка. И мы должны им вот это ценное передать. Я обращаю внимание на ценность передаваемого материала, да? И вот с чего же нужно начать передачу? Передача. С чего начинается? Ну, если не будет ребенка, кому передавать, да? То есть, должен быть сначала объект. Объект передачи, это наши дети. То есть, я для взрослых это говорю. Мы должны обозначить цель. То есть, увидеть, о, у нас дети, оказывается, есть. Один, один человек, во сколько он увидел своего ребенка? В девять или в десять, да? В десять, да? Значит, ну, вел такую, значит, жизнь не очень христианскую, да? Мягко говоря. Вот. А потом очнулся от очередного запоя и говорит, о, сын, девять лет или десять там. Да? То есть, не видел до этого, был занят совершенно другим. Бывают многие родители, но они, как бы сказать, конечно, не в запоях, да, христианские, но занимаются чем-то своим, особенным. И они даже не видят, что у них есть дети, которые растут. И растут, как брат Петр говорил в пятницу, очень быстро, да? И как ты их не уговаривай, они все равно будут расти и быстро расти для тебя и меня. Поэтому родители должны обратить внимание. То есть, у нас есть объект, вот этот такой зелененький, это наши дети. И для того, чтобы туда им что-то положить, вот смотрите, если бы в этой копилочке не было вот такой вот щелочки, можно туда что-то положить? Нельзя. Но нету щелочки. Куда? Не будешь же разбивать вот эту вот копилочку, да? А внизу тоже все закрыто. Значит, никак, да? То есть, нету щелочки, некуда ложить. Поэтому, что является вот этой щелочкой? Как вы считаете? Ну, кто-то говорит там, значит, информация, мозг там, уши, глаза. Вот. Нет. Все это, в конце концов, куда эти все каналы ведут? Сердце. Это открытое сердце ребенка. Смотрите, оно такое маленькое еще, да? Не совсем открыто, но хватит, друзья. Хватит, чтобы туда такую монетку опустить, да? Достаточно. Поэтому, друзья, самое первое, на что я бы хотел обратить внимание, при передаче веры ребенку, у ребенка должно быть открытое сердце для своих родителей. Или у нас, родители, должны быть доверительные отношения с нашими детьми. Я об этом много говорить не буду, об этом брат Анатолий очень сегодня много хорошо сказал. Это и праздники, и отдых, и все на свете, да? Это, так скажем, такая, кто-то может сказать, недуховная часть, да? Ну, не совсем духовная, да? Ну, подумаешь, там, на лыжах сходил, покупался с ними, там, позагорал, еще там, грибы пособирал, там, еще что-то. Ну, что в этом духовного, друзья? Очень много. Во-первых, что вот есть эта дырочка, есть куда вкладывать. Сердце открыто, да? И, ну, кто не знает детей, какие они доверчивые, да? Им можно завернуть фантик, какую-нибудь бумажку, и сказать, возьми конфетку. И он протянет руку, и будет брать не потому, что там бумажка, потому что я сказал, что это конфетка. Он мне верит. Дети верят взрослым. Друзья, это вот это вот открытое сердце. Идем дальше. То есть я на этом много останавливаться не буду. Следующее. Это сам материал, что мы закладываем, да? Он должен быть ценным. Он должен цениться. И цениться не у людей, не у кого-то. Он должен быть цениться там. Драгоценная вера, да? Написано, испытывая драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золото. То есть золото, оно испытывается огнем, достигается определенной степени чистоты, все шлаки оттуда удаляются. И в чем ценность? Чем меньше шлаков, тем драгоценнее вот этот металл. Оно испытывается огнем. Так вот, смотрите, испытанная вера, то есть испытанная, проверенная, то есть осуществленное Слово Божие оно драгоценнее золото, потому что в нем находится вечная жизнь. И если мы сами хотим жить вечно, мы же так поверили, да? И своим детям, и хотим там с ними еще встретиться на небе. Друзья, если мы вот это вот не передали, встреча может не состояться. или может состояться в другом месте, как для родителей, так и для детей. Да? Хорошо. Ну, мы будем, конечно, надеяться на лучшее. Ну, и в этом отношении сразу открываем текст, который нам необходим в этом. Мы передаем веру, значит, что мы должны для передачи веры иметь Римлянам 10.17 вера от слышания, слышание от Слова Божия. То есть мы должны туда передавать Слово Божие. Чтобы там появилась вера, веру в чистом виде не передашь. Вы согласны? Или нет? В чистом виде ее не передашь. Она передается вместе со Словом. Ну, как бы сказать, не влазит, большая, да? Объем очень большой. Поэтому есть такое заблуждение или, знаете, есть такой страх или проблема, когда родители думают, слушай, о чем же говорить ребенку? Когда говорить? В какое время? Друзья, такой совет небольшой. Нужно начинать с маленького. С маленького. Все сразу туда не залезет. Емкость маленькая. То есть потихонечку вот в эту вот щелочку мы заповедь за заповедью учения. За учением мы должны передать ребенку. И, во-первых, мы должны передать ценность, а не просто буквы. Не просто какие-то нравоучительные заповеди. Проблема фарисеев была в чем? Они очень много навешали заповедей, постановлений, а сами ничего не делали. и поэтому была проблема. Была проблема. Материал не объяснялся. Вот так надо и все. Все. Вот это чистое, это не чистое. Все. Что хочешь, делай. Вот надо, чтобы было чистое. И поэтому непонятно, а как это? А что это? И поэтому, друзья, когда мы желаем передавать веру, мы должны брать Слово Божие и сначала сами понять, сами достигнуть до истины, чтобы ее передавать уже детям, потому что там будет находиться эта вера живая, действующая. И вот смотрите, что для этого необходимо? Ну, конечно, родителю, прежде всего, необходимо самому правильно и верно понимать истину Божию, Слово Божие. Где он это осуществит? Пожалуйста, варианты. Где он это будет осуществлять? Ну, погромче. В Церкви Божией совершенно верно. Сам по себе, друзья, можно заблудиться в такие дебри, если только ограничиться своей умственной способностью, скажу даже, ограниченной способностью. Говорят, одна голова хорошо, а две лучше, а три еще лучше, а здесь сколько голов? Больше ста, да? А если еще братство и все, да, то это вообще очень здорово. Друзья, поэтому в Церкви, то есть в общении я должен познать истину в Церкви. Мало ли, какое у меня есть мнение, мало ли, как я себе представляю, о чем говорится в этой заповеди. Я должен понять, что Бог хочет мне сказать через этот текст, через эту заповедь, и как ее осуществить еще, чтобы потом передать. Я должен до конца этот весь процесс пройти, не передавать, что дети воровать нехорошо, дети курить нехорошо, там это смотреть нехорошо, это нехорошо, это нехорошо. Друзья, это разлетается в пух и прах при первом же испытании, потому что они еще не знают, что у них там есть нехорошо, и они с этим совладать не могут. поэтому, друзья, самое первое, это родитель должен сам правильно понимать Слово Божие, и нужно, друзья, для этого что нужно сделать? Можно брать деньги, идти в книжный магазин, покупать исторические книги того времени, о чем говорит Библия, покупать справочники библейские, нужно тратить деньги. Хотел бы, может быть, на резину для машины, или там еще что-нибудь, масло поменять, фильтр какой-нибудь, воздушный, но надо идти в магазин, друзья, надо вкладывать совсем другое, и бывает, что мы много на себя тратим, а не понимаем, что мы предназначены, чтобы веру передать, чтобы не пожить здесь на земле, ну, так скажем, в своих каких-то роскошных себе сделать условиях, Бог не будет смотреть на это, в каких условиях ты жил, да, была у тебя трехкомнатная квартира, особняк, или еще что-то, друзья, перед небом это вообще никак, не фигурирует, Бог будет смотреть, как ты исполнил его волю, как ты передавал веру своему ребенку, и чтобы ее передать, нужно, друзья, нужно потратить деньги на всю эту справочную литературу, дополнительную, самому вникать, значит, на билетики, на маршрутки сюда, чтобы приезжать, тоже нужно тратить, ну, если ты еще приедешь со своим ребенком, ну, это будет вообще здорово, но потратишь в два раза больше, учти, да, и вот вопрос цены теперь, да, куда мы будем вкладывать свои средства, куда, вот у нас есть, брат Анатолий сказал, десятую часть, Господу, 90 это наше, и вот куда мы будем тратить, да, не на пирожные, не еще на что-то, хотя на это тоже нужно иногда, да, но не все, а нужно тратить на познание воли Божьей, а это на билеты на автобус, да, и мало того, деньги находить, еще время надо выделять, и на всякую литературу, друзья, и самому работать с текстом, и на разборе слова не молчать, выражать свою точку зрения, проверять ее, друзья, это все забота чья? Родителя, чтобы он потом вот эту истину, до которой он докопался, которая осуществилась в его жизни, он мог смело передать ребенку и сказать, там, сынок или дочка, вот это не подведет, проверено, я на себе проверил, это очень надежное и твердое основание, ну и, конечно, ребенок должен слышать слово, где? Дома, да, как его читают взрослые, если он не умеет читать, читать самому, ходить на занятия, воскресную школу, а это еще расходы пошли уже, да, а там еще ему покушать надо, да, учителя, надо покушать что-то, а где-то, может быть, для класса что-то там сделать надо, опять тратиться надо, фильтр ждет, да, резина ждет, друзья, поэтому, а это вклад, это вклад в передачу веры своему ребенку, ребенку. Хорошо, ну, и с другой стороны, любая даже ситуация дома, мы должны говорить о Боге, да, во второзуконии, шестая глава, шестым стихом написано, что учи этим словам ребенка, когда? Когда идешь по дороге, встаешь, ложишься, да, еще где-то дома, на поле, где угодно, друзья, специального времени вам никто не скажет, знаешь, вот такое время, потому что, если взять наше время, восемь часов, ладно, семь на работу, на сон выкинем, вот, значит, восемь на работу, уже пятнадцать, да, там перерыв обеденный, хочешь не хочешь, ты же все равно домой не уедешь, да, уже шестнадцать, вот, плюс на еду, на туалет, на место, на время до работы доехать, с работы приехать, и еще, еще три часа, уже восемнадцать, да, по-моему, или сколько там уже, нет, девятнадцать, да, девятнадцать, друзья, остается совсем немножко, а надо еще с каждым ребенком поговорить, еще с женой, как Толя сказал, на прогулку сходить, да, в кафе посидеть, а где время-то брать, а я еще не взял здесь, что детей надо еще водить в садик, и забирать, потому что, они сами не смогут дойти, вам просто никто не позволит это делать, так а где надо с ними разговаривать, вот как раз по дороге в садик, по дороге из садика, по дороге в школу, по дороге из школы, да, хорошо есть воскресенье, все, на работу сразу, экономия, да, восемь часов не работаешь, вот оно, пожалуйста, время, ты можешь его затратить, это будет, знаете, для ребенка, это то же самое, что летний лагерь христианский, вот есть процесс обучения, в воскресной школе, в которой он учится здесь, каждое воскресенье, там, по полтора-два часа, а есть христианский лагерь, там вот эти все часы, они просто в короткое время, но она непрерывная, друзья, и вот поэтому воскресенье, выходной день, друзья, это, пожалуйста, кто-то скажет, не, это день Господу, надо все, а это кому? Это что, не Господу, что ли? Да? С детьми позаниматься, это что, не Господу? Поэтому, да поможет нам Господь, чтобы мы действительно правильно понимали волю Божию, и, знаете, без щедрости никуда, надо тратить, хотел бы на себя, а приходится на него, да, его с собой возить, ему что-то покупать, себе какой-нибудь справочник, а литература дорогая сейчас, да, вот для того, чтобы даже подстрочно купить, значит, мы недавно для Северска купили, 1300, по-моему, да, греческий подстрочный перевод, 1300, да, поэтому, друзья, да поможет нам Господь, чтобы мы могли вкладывать эту веру, учить, чтобы ребенок слышал, да, и учить на дороге, перед сном, еще где-то, едем, идем, друзья, мы должны учить ребенка вкладывать в него Слово Божие заповеди, Божий текст Священного Писания, библейское учение, ну, хотел бы вас ободрить, у вас большое преимущество, родители, у вас два очень важных преимущества, первое, вы родитель, это безусловный авторитет, который поддерживает сам Бог, ребенок, ребенок, он, для него безусловный авторитет, это папа и мама, это его родители, дядя там что-то сказал, тетя что-то сказала там, или еще что-то, он не так это воспринимает, как это говорит ему папа и мама, папа и мама для него, как закон медианы персов, все, это истина в последней инстанции, все, а папа вот так говорит, все, папа сказал, вот, у меня однажды сын, да, когда хотел там его поженить, в детском садике, один ребенок, значит, говорит, Петя, пойдем, значит, ты женишься вот на это, а я на это, ну, там, в детской, в группе там, он говорит, ты что, нам же нельзя, да, то есть, откуда он это взял, да, что нам нельзя, вот, многие сегодня говорят, можно, да, и до 18 лет, хотят уже, друзья, это делает авторитетное наставление отца и матери, мы можем просто сказать, друзья, он это отметит, и он обозначит это, что это сказал папа, это очень важно и авторитетно, так, да, ребята, кто-то улыбается, но вот две сестренки, я их помню на одном видео, одна говорила, да, другая нет, хотя в одной семье, разные мнения, да, друзья, и еще один, это преимущество первой информации, то есть, вы первые родители, вы должны первые предупреждать, вы должны закладывать, пока туда не заложил грех, вы должны опережать, идти на опережение, а это, конечно, без молитвы никуда, а это только на Бога уповать, Господи, дай мне мудрости, благослови, я вам скажу, и Бог будет видеть ваше благоговение перед Ним, Он будет вам давать эти беседы, вот действительно, это, знаете, это не план, это не план работать с своим ребенком, нет, это жизнь, должно быть все естественно, должно быть естественно, действительно, нет, нет, Бог какие-то раз, какая-то беседа завязала с ребенком, да, или Он какой-то сегодня вопросик задал, да, сегодня Вершинины, по-моему, стихотворение рассказывали, друзья, это должно быть в непринужденной обстановке, это не такое, так, садись, значит, не убей, не укради, не воруй, там, не все, так, следующий день, опять не воруй, не прелюбодейся, там еще и то, и другое, и третье, все, ну, воспримет человек эту информацию ребенок, во-первых, не понимает даже, о чем идет речь, это неправильная форма обучения, мы посмотрим, как Христос обучал, да, идет с учениками, говорит, смотрите, вот они лилии, да, красивые, красивые, он говорит, друзья, да, Соломон так не одевался, смотрите, да, как красиво, красиво, да, а вот сегодня ее сорвут, выкинут эту траву, и все, Бог одевает, так красиво, неужели, говорит, вас не оденет, а что же вы заботитесь об одежде, да, вот тебе, пожалуйста, коротенькое наставление, они увидели, посмотрели, поняли, так, ага, все, вера возросла, вера возросла, и поэтому мы должны учить детей не так, что шаблонно, да, потому что, конечно, постоянство нужно, потому что воспитание детей, это систематическое воздействие на них, систематическое, да, вот, и поэтому и враг вот этого постоянства, это однообразие, наше обучение детей должно быть разнообразным, да, примеры, наглядность, мы это все должны применять в жизни, хорошо, ну, переходим ко второму пункту, у меня их всего два, поэтому вы не бойтесь, первый пункт какой, еще раз хочу проверить, передаем что? веру, это есть, что? стержень, 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 передаем веру, для этого нам необходимо, что? копилочка, да, это сердце ребенка, оно должно быть, не пустым, открытым, да, открытым, чтобы, и мы должны что-то закладывать, если веру хотим передать, слово Божие, да, слово Божие, текст священного писания, учение библейское, мы должны закладывать, не сухие фразы, это можно, это нельзя, так говорит Господь, а объяснять им, за лучшее с наглядностью, да, наглядные примеры, жизненные примеры, друзья, только так передается вера, и вот смотрите, еще один пункт, то есть закладываем Библию, а следующий пункт, мы закладываем самих себя, это наше хождение пред Богом, вы знаете, это наш личный пример, потому что дети, больше всего они видят, конечно, кого? они видят нас, да, потому что мы у них авторитетные, еще на хорошем счету, они видят нас, и поэтому, с кого они берут пример? Со своих родителей, да, что делает папа или мама, то делают и дети, и это тоже заложено Богом, это тоже заложено Богом, да, сейчас тенденция другая, то детей, значит, отдают туда, туда, родители, давайте, зарабатывайте, чем больше заработаете, тем шикарнее потратите все эти деньги, да, вот, и такая установка идет, но мы должны с вами понимать, что дети смотрят на нас, им важно время, проведенное со своими родителями, и как в это время родители себя ведут, и чем они занимаются, да, давайте каждый так представит, да, наши семейные картины, наши сцены, да, там, трагичные, комичные, там, еще какие-то агрессивные, или всякие разные бывают, да, вот, поэтому, друзья, мы должны понимать, что личный пример имеет очень большое значение, и опять же, у фарисеев была в этом проблема, в чем, что они так говорили, и Христос говорит, да, Евангелие от Матфея, 23 глава, по делам их, третий стих, по делам, что они вам говорят, делайте, а по их делам не поступайте, потому что они говорят, а не делают, они говорят, как правильно, а сами так не делают, и поэтому Христос дальше еще говорит, вы, говорит, взяли ключ разумения, и сами не входите, и другим препятствуете, а чем препятствуют? Своей жизни, 77 Псалом, 77 Псалом, да, говорит, что слышали мы от отцов, да, отцы наши рассказывали о чем, сейчас я немножко поточнее это все процитирую, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали, нам не скроем от детей их, не скроем, то есть мы не должны скрыть это от детей, в нас это должно осуществиться, потому что вера это что? Осуществление ожидаемого, и вот мы им закладываем библейские истины, закладываем, а в нас это должно еще и осуществляться, чтобы то, что мы туда заложили, они говорили, что точно, он так живет, он так живет, он так поступает, от этого вера в ребенка, чтобы утверждаться, папа так делает, значит и мне можно, значит и у меня получится, потому что папа так делает, это реально, это не фантастика, это не на другой планете, вот мой папа, он нормально, адекватный человек, он так поступает, он живет по Слову Божьему, друзья, это самый лучший, значит, метод воспитания, да, личный пример, и поэтому, другая сторона, а если папа читает и знает как надо, а не поступает так, что он делает? Он скрывает от своих детей, он скрывает, что он христианин, он скрывает от них свою веру, он скрывает, почему? Потому что вера, это осуществление, она должна появиться, она должна обнаружиться, проявиться через какое-то действие, а папа партизан, он верит, но никому об этом не говорит, да? И поэтому, да поможет нам Господь, знаете, сразу вспоминается притча, в Евангелии от Матфея, 25 глава, о рабе, который скрыл серебро Господина своего, да, Бог это наш Господин, Он дал нам серебро, это что? Свое слово, семь раз очищенное, да, испытанное, очищенное, проверенное, надежное, которое работает при любых условиях, в скорбях, я не знаю там, в роскоши, в любой обстановке, какой бы ни находился человек, Слово Божие исполняет что? то, для чего его Бог послал, а не исполняет то, что угодно этой атмосфере, Слово Божие исполняет то, для чего его послал Бог, поэтому Бог послал заповеди, да, возлюби ближнего, милосердие, сострадание, они должны в ком осуществиться? В нас должны осуществиться, поэтому, если мы закопаем это серебро, друзья, там участь этого раба какая? за борт, да, то есть выбросьте его вон, чтобы нам не быть выброшенными, друзья, нам нужно что делать? Работать над собой, чтобы Слово Божие осуществилось во мне, кто первая причина и помеха этому? Кто? Не догадываюсь? Мы сами, мы сами, наша несовершенная природа, греховная, которая противостоит, друзья, и если мы ее слушаемся, друзья, то Слово Божие не осуществляется в нашей жизни, и поэтому, что должен делать родитель, чтобы передать веру ребенку? С чего начинать? С себя начинать, да, с освящения начинать, да, с того, что мне мешает исполнять волю Божию. Если он с этого начинает, то Бог осуществит в нем ту или иную заповедь, которую, пережив родитель, может передать своему ребенку. Друзья, я уже подхожу к концу, я зачитаю послание Титу, вторая глава, седьмой стих. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Друзья, кто является образцом для наших детей? Мы с вами. И мы должны показать образец. Непримерная копия, неискаженная копия. Мы должны показать образец. Уж если простил, то не вспоминает, да? Если ребенок там, ну что-то сделал нехорошее, а ты взял, да покрыл, снизошел, милость явил, и даже не вспоминаешь об этом. Как вы считаете, дети ценят это? Дети это отмечают? Конечно, отмечают. Потому что совесть есть не только у нас. У них она тоже есть, да? Совесть есть? Работает? Слава Богу. Слава Богу. Вот, друзья, поэтому мы должны показать образец. И я бы еще к этому хотел бы сказать. Написано о жене верующей. Через кого освещается муж? Через жену верующую. А неверующая жена через кого освещается? Через мужа верующего. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Отчего зависит степень освещения мужа неверующего или жены неверующей? Степень их освещения. Насколько они освещаются? Отчего зависит? Насколько во свете ходит верующая половина? Если его еще не тянет к Богу, значит, свет еще во мне недостаточно. И поэтому сказано женам, что те, которые не покоряются слову, то есть вы им говорите, они ничего не понимают из этой Библии. Включайте освещение, включайте работу над собой, чтобы они приобретаемы были жизнью, святой жизнью. Друзья, нам даже не надо какие-то богословские институты заканчивать. Надо просто научиться жить по Слову Божьему. Вот и все. Чтобы оно осуществилось во мне. И эта вера, она будет осуществлять. Если я вникаю в Слово Божие, если я знаю волю Божию и стремлюсь ее исполнить в своей жизни, друзья, вера мне поможет осуществить и прославить Господа. Явится этот свет, потому что никто так не живет, кроме как дети Божьи. И тогда люди начнут видеть в этом мраке греха и неверия, начнут видеть, что о, есть другая жизнь, о, есть живой Бог. И они пойдут на этот свет. Друзья, и в конце, конечно, пример сам Господь Иисус Христос. И Он сказал Своим ученикам на вечере, когда мыло многие, Он говорит, «Я дал вам пример, чтобы и вы делали тоже. И чтобы мы тоже могли быть примером для наших детей». И смотрите, Христос передал свое учение апостолам. Апостолы передали учение ученикам. Ученики передали в свое время кому? Нам. И мы должны в свое время передать веру нашим детям, чтобы на эту веру, как мы уже говорили, еще раз покажу, на эту веру Бог смог нанизать вот эту красоту евангельского, библейского учения, ну, другими словами, свою славу. Чтобы мы действительно были славой Божией в небесах вместе с нашими детьми и еще и с их детьми, и их детьми, и их детьми. Слава Господу! Помолимся об этом.